На центральном стадионе продолжают устанавливать телевизионное оборудование для трансляции соревнований. Все это проходит под контролем генерального секретаря Всероссийской Федерации Легкой Атлетики, исполнительного директора командного чемпионата Европы Михаила Бутова. Наша съемочная группа встретилась с Михаилом Бутовым на Олимпийском. На стадионе вовсю кипит работа, ведь всего через два дня Олимпийский заполнят сильнейшие легкоатлеты из 12 стран Европы. Их тренеры и, конечно же, болельщики. Но те, кто не сможет увидеть соревнования на стадионе, всегда смогут увидеть происходящее в прямом эфире. Мы довольно много поработали в преддверии чемпионата вместе с Европейской ассоциацией. Это была такая большая промо-компания. И на сегодня уже подтвердилась телетрансляция в 14 странах Европы плюс Евроспорт. Это значит покрытие всех стран Европы плюс еще и внеевропейских стран. И по предварительным нашим таким прогнозам, аудитория, телевизионная аудитория чемпионата в этом году будет больше, чем в предыдущие годы. К такой масштабной трансляции техника готова. В этом организаторы уверены. В дни соревнований на стадионе работает та же компания, что освещала и универсиаду в Казани, и Олимпиаду в Сочи. Поэтому качество телевизионной картинки, обещают организаторы, будет на достойном уровне. Но даже она не сравнится с той, которую могут увидеть болельщики, придя на стадион. Прежде всего, конечно, команда Германии. Это нынешние чемпионы Европы в команде. В прошлом году в Германии они выиграли. Естественно, у нас есть желание в России, чтобы победила сборная России. Конечно, очень сильные команды Франции и Великобритании. Вот, пожалуй, наверное, основные конкуренты. Хотя в отдельных видах, безусловно, могут быть победители из других стран. Но еще раз, командный чемпионат Европы – это такое специальное соревнование, очень интересное, где важно не допустить никаких провалов в отдельных видах. Это практически трудно компенсировать остальным спортсменам. Это единая команда, и команда должна победить. 19 июня в 20.00 на Красной площади пройдет торжественное открытие командного чемпионата Европы. Его можно будет увидеть в эфире нашего телеканала, так же, как и соревнования 20 и 21 июня. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика.